Привет дорогие друзья! Кто-то не хочет победы Украины. Когда я говорю кто-то не хочет, это не то, что все вы подумали сразу же. То есть там понятно Российская Федерация, но есть еще кто-то, кто очень не хочет. Сейчас попробую обосновать. Смотрите, саммит 11-12 июля в Вильнюсе это очень важное событие. Это не какое-то там, вы не думайте, что это проходное событие. На самом деле оно важно и это, можно сказать, последний шанс для Зеленского. Как бы пафосно это не звучало. Смотрите, сейчас все напропалую ругают контрнаступление. Контрнаступление не получилось. Можно делать лицо, можно говорить только начало, можно что угодно говорить, но все видят, оно не получилось. И уже западные партнеры успокаивают и говорят, что там рельеф не тот. Мы понимаем, это не то, то не то. Пятое, десятое, некоторые даже говорят, смотрите, высадка в Нормандии. Там тоже не без сучка и задоринки. Если не верите, посмотрите начало фильма «Спасение рядового Райана», как говорится. Но закончилось-то все хорошо. Если звучат такие вещи, значит дело плохо. Напомню тем, кто забыл. В 2023 году, почему это важно для Зеленского и почему я говорю последний шанс. В 2023 году должны были в Украине состояться парламентские выборы. На фоне тотального разочарования Зеленским, ни он, ни его окружение не строило иллюзий по поводу того, что произойдет. Партия, если она и пройдет в парламент, то будет вынуждена заключать уже входить в коалиции, позорные для себя. Это сейчас ОПЗЖ готовы голосовать за любой бздык президента Зеленского. А тогда было все иначе. И было бы иначе, но случился 2022 год и февраль. Короче, в следующем году должны были состояться президентские выборы. Там тоже было без вариантов. Но одна последняя соломинка была. Зеленский, понимая, что Порошенко... Как делал Порошенко? Ему нужно было безвиз. Он добился безвиза. Это стало ему большим-большим плюсом. Да, все, безвиз, безвиз. Он носился с этим безвизом. Та же самая история для Зеленского стало вступление в НАТО и в ЕС. И он даже угрожал, что в противном случае все будет хуже. То есть было ясно. Он добивался. Если дата придется на его каденцию, с этим можно будет идти на выборы, чтобы уже хоть что-то показать. Но свои коррективы внесло вторжение. И вот уже Зелен... Некоторые вроде как забрежил свет в конце туннеля. То есть понятно, что у Зеленского поднялся рейтинг. У Зеленского уже не опасался за 2024 год. Но вот время идет, контрнаступление провалилось. Многие, поглядывая на... Сейчас огромное количество ампутантов. Просто людей с ампутированными конечностями. Молодых, красивых людей ходят по улицам. То есть понятно, что виновата Российская Федерация и ее руководство. Кто виноват с украинской стороны? Начинают искать. Зеленский. Это он к этому привел. Ему необходимо что-то получить. Какой-то позитив получить. Надо перекрывать данную повестку. Перекрыть можно опять-таки вступлением в ЕС и в НАТО. Дали ни к чему не обязывающий статус кандидата на вступление. С кандидатством на вступление можно ходить еще 10 лет. Но потом с мощными сигналами стало сложнее. Когда Зеленский подал заявку на ускоренную процедуру вступления в НАТО, его проигнорировали. Тем не менее, в последние недели пошла новая волна. Вымогайтесь. Дайте нам знак, что мы на верном пути. Иначе это будет самоубийством. На самом деле, многие недели в Евросоюзе, вообще на Западе, шла дискуссия, что они могут дать Украине. И понятно, что реальное вступление в НАТО будет означать прямое столкновение с Российской Федерацией. А за спиной Российской Федерации маячит Китай. И в то время, когда Восточная Европа, которая, скажем честно, не вполне самостоятельно без Западной, без Старой Европы, начала выступать за вступление, нужны активные действия. Западная Европа при этом начала проговаривать гарантии безопасности. Которые являются гарантиями продолжительной поддержки, но никак не безопасности. США, которые являлись, в принципе, являлись всегда ястребами в ситуации, когда необходима была военная поддержка и так далее, вдруг заняли очень-очень осторожную позицию. Они, вот Байден исключил, что страна может быть принята в НАТО без соответствующих стандартов. Заметив это, Зеленский в новом интервью для CNN обратился к Байдену, который якобы принимает решение, будем ли мы приняты в Альянс. Говорит, что мы все понимаем, до окончания войны в НАТО нас не возьмут, но очень важно, чтобы приглашение поступило уже сейчас. Это стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. То есть, по правде говоря, это звучит несколько оскорбительно для украинских солдат. То есть, Верховный Главнокомандующий на самом деле считает, что мотивацией для каждый день умирающих, теряющих конечности, здоровья, глаза, слух, все, что можно, всю свою жизнь украинских солдат, мотиватором для того, чтобы идти вперед, является какое-то одобрение на вступление куда-то после многочисленных позорных отказов. Сам Зеленский когда-то говорил, что не хочет себя чувствовать ущербным и ходить в гости, если его не зовут. А теперь не хватает военных побед и надо все-таки символическая какая-то погремушка. Подготовка ведется настойчиво. Провели социологический опрос. Готовы ли к вступлению Украины в НАТО? Эта тема еще порошенковская, просто взята на вооружение новыми. Соцопрос вскрыл, что региональные различия по вопросам отношения к ЕС и НАТО сохраняются даже спустя полтора года войны. Это если мы действительно поверим, что такой соцопрос проводился, то очень интересно. Сохраняются различия по поводу вступать-не вступать в зависимости от регионов. Ну вы понимаете, на восточные регионы и это еще с учетом тех, кто вообще сказал, не побоялся это высказать. Ну вдумайтесь, как проводятся соцзапросы. Ну звонят там, да? И ты берешь по телефону и говоришь, я против вступления в НАТО. Да, ну нафиг. За! Понимаете, какая история происходит? Короче, соцзапрос, ладно, в топ. Происходит уже торговля. Поедет Зеленский на саммит или нет? Нет, Никифоров, пресс-секретарь президента, обронил уже, что все будет зависеть от ситуации на поле боя. Это очень интересно, потому что война не мешала Зеленскому появляться даже на кинофестивалях. А здесь может помешать. Со своей стороны начинают тормозить историю на Западе. То есть поднимается дискуссия о том, что истребители не являются панацеей. Это не панацея. Вы не победите благодаря истребителям. И это и правда может быть. И я уже говорил, что и МИГи во многом круче, чем тот же Ф-16. Но дело не в этом. Дело в том, что разделяются сейчас контрнаступления и истребители. Глава военного комитета НАТО говорит, что просьба понятна и важна. Но смешивать ее обсуждения с текущим контрнаступлением не следует. И вообще Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения. Она имеет лучшую подготовку и что очень важно гораздо более высокий моральный дух и мотивацию. Получается, что в СУ даже и танков-то не надо было. Достаточно просто хорошей мотивации и морального духа. А о устребителе-то вообще поговорим позже. Дело в том, что до вот этого позже могут произойти события. Плохие события. В частности, позорное соглашение с потерей территорий. Выясняется, что они сдвинули график обучения пилотов. Тренировки должны были начаться в июне, сказал Кулеба. Но в июне они не начались, так как обещали, какая-то подвела страна, которая ошиблась в расчетах. При этом некоторые чиновники уже поспешили заявить, что обучение начато. А потом это опровергли BBC. Плюс Кулеба проговаривается, что истребители F-16 будут к весне 2024 года. Весна 2024 года еще одно контрнаступление. Но если промежутки между контрнаступлениями в 9 месяцев, то сколько еще будет идти война? А сколько там еще подготовка будет? Ну еще ж пиарить надо направление, куда собираются идти. Это большущая проблема. Потому что война не будет длиться столько по одной причине. Потому что Запад сейчас будет склонять руководство Украины, которое, конечно, виновата в создавшейся ситуации, к переговорам. К унизительным соглашениям, в результате которых Украина может потерять территории. И виновным будет Запад. Будет рассказывать, во всяком случае публично, вам будут рассказывать, что это виновен Запад. Если бы у нас были истребители, та же самая история была бы и с танками. Вот если бы у нас были танки, танки получили, как вы видите, ну это не оказалось какой-то вундервафля, и победа танками не дается. Здесь с истребителями. Но глупо отрицать, что на Западе очень сильно тормозят победу, не желая выходить из зоны комфорта. Сейчас все всех устраивает. Какие вступления в НАТО? Угомонитесь. Все. Воюйте там. Но только, пожалуйста, без нас. Только без нас. Прикольно, да? Перспективы радужные. Как радужный флаг. Пока.